Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю преследовательскую сказку «Коза и три брата». Было это или не было, жил когда-то один портной с тремя сыновьями, которые помогали отцу в его мастерской. Однажды портной купил козу, чтобы каждое утро доить её, заквашивать кислым молоком и есть его с лепёшкой. Купив козу, портной велел своим сыновьям по очереди отводить её утром пастись в поле, а вечером приводить в хлеб. Первый день была очередь старшего сына. Он отвёл козу на луг, где она паслась, пока не наступил вечер, и наелась до сыта. Вечером сын портного спросил у козы, цвета ли ты, козочка? «Я так наелась», — ответила коза, «то в брюхе у меня нет места и листочку. Что ж, если так, то пойдём домой». Он взял козу за верёвку, привёл домой и привязал хлебу, а сам отправился к отцу. Отец спросил у него, цвета ли коза, сынок? «Да», — ответил сын, «она так наелась, что у неё в брюхе не осталось места и одному листочку». Чтобы самому убедиться в этом, портной пошёл в хлеб и спросил козу, «Сыта ли ты, козочка?» «Как же я могла насытиться? Разве на камнях и скалах можно найти травку?» Он привязал меня среди скал и камней. Как я не прыгала то в одну сторону, то в другую, я не смогла достать и травинки. Отец рассердился, схватил ашин и накинулся на старшего сына. «Ах, ты обманщик! Разве я не велел тебе отвезти козу и хорошенько её попасти?» «Это так ты выполнил, что я тебе наказал? Оставил животное голодное, а теперь ещё ложёшь?» Сын хотел что-то сказать, но отец не позволил. «Клянусь Аллахом, уходи из моего дома!» — закричал он. «Сыну ничего другого не оставалось. Как уйти?» На следующий день была очередь второго сына. «Сынок!» — сказал ему партной. «Ты не поступай так, как твой старший брат. Отведи козу в такое место, где много травы. Дай ей поесть в волю». На, держи, держи. Сын повиновался. Он повёл козу в степь и пас её до вечера. Когда солнце стало садиться, он спросил у неё. «Сыта ли ты, козочка? Если ты сыта, то пойдём домой». «Да», — ответила коза. «Я так наелась, что мне даже противно смотреть на траву». Юноша привёл козу домой и привязал её в хлеву. «Портной спросил у него, сыта ли козочка, сынок?» «Да», — отец. «Она так наелась, что ей даже противно смотреть на траву», — ответил сын. «Пойду-ка я сам спрошу у козы», — сказал партной. Пришёл партной в хлев и спросил. «Сыта ли ты, козочка?» «Как же я могу быть сыта?» — сказала коза. «Разве на садовой стене растёт трава, которую можно съесть и насыщиться?» «Он меня привязал у садовой стены?» «Я тыклась в морду в разные стороны, чтобы хоть что-нибудь схватить, но ничего не могла найти». Отец рассердился, взял аршин и накинулся на среднего сына со словами. «Ах, ты лжец! Разве я тебе не говорил? Выведи это животное и попаси его, чтобы оно наелось досыто». «На, дядя, на, держи. Чтобы оно наелось досыто. Так-то ты выполнил моё приказание. Оставил козу голодной, а теперь ты ещё и лжёшь. Сын хотел что-то возразить, но отец сказал ему, «Клянусь Аллахом, уходи ты из моего дома». По неволе и этот сын ушёл из дома. На следующий день настала очередь третьего сына, самого младшего. Отец сказал ему, «Сынок, ты не делай так, как сделали твои братья. Дай-ка тебе после таких двух дней досыта поесть травы». «Слушаюсь!» – отец сказал сын и повёл козу пастись в поле. Приведя козу, он сказал ей, «Козочка, ешь сколько можешь». Коза пастлась до вечера. Тогда мальчик спросил её, «Если ты сыта, то пойдём домой». Коза ответила, «Да, я так сыта, что не могу смотреть на траву». «Ну, если так, то пошли домой». Он потянул её за верёвку и отвёл в хлев. Портной спросил его, «Сыта ли козочка, сынок? Она так сыта, что не может даже смотреть на траву». «Всё же я сам?» – спрашиваю её. Он пошёл в хлев и спросил, «Сыта ли ты, козочка? Разве речная вода приносит траву, чтобы я могла наесться? Твой сын повёл меня на берег редки и привязал там. Сегодня я даже не видела зелени». Отец очень рассердился и на этого сына. И как старших двух сыновей выгнал его из дома. Теперь остались портной и коза вдвоём. На следующий день портной сказал, «Ну, козочка, сегодня я сам отведу тебя в поле, выпущу на травку, чтобы и для тебя наступил праздник после поста». «И ты наелась бы досыта». Он отвёл козу в поле. Коза до самого заката паслась на таких местах, где была зелёная, свежая, сочная трава. «Сыта ли ты, козочка?» – спросил её он. «Я так сыта, – сказала козочка, – что целую неделю не захочется травы». Портной обрадовался, привёл козу домой и оставил её в хлеву. Когда она захотела уйти, то по привычке спросил её и на этот раз, «Ну, а теперь сыта ли ты, козочка?» Коза привёл коговорить неправду, поэтому ответила, «Как же я могла насытиться?» «Как же я могла насытиться?» Разве на Солончаковой почве растёт трава, чтобы я её поела досыта?» Портной удивился. Он понял, что коза с самого начала поговорила неправду, и что он напрасно прогнал своих сыновей из дома. «Погоди же, я тебе покажу, негодная лгуния», – сказал он. «Из-за тебя я обрёк своих сыновей на скитание». «В пустыне я тебя так накажу, что пока существует мир, рассказ об этом будет переходить из уста в уста, а потом об этом станут рассказывать сказки». На другой день утром он принёс воды, хорошенько смочил козе голову, взял индийский меч и обрил ей начато голову, так, что на ней и с ладонь не осталось шерсти. Потом он взял плётку и так начал её лупить, что у козы глаза на лоб полезли. Коза только блеяла и кричала. Когда она не могла уже больше терпеть, она вырвала стол, к которому была привязана, и стремглав обратился в бегство, словно к своим четырём ногам заняло ещё четыре. Дети ушли, коза ушла, остался портной один. Лавка и мастерская опустили. Опечаленный с утра до ночи сидел он в лавке, разговаривал сам с собой и думал. Ночью в одном из углов он устраивал себе постель и укладывался спать. Теперь послушайте немного о сновьях портного. Старший сын, уйдя из дома, отправился в другой город и поступил в ученики, к меднику. Он горячо принялся за дело, почитал мастера, пока не научился мастерству медника и лудильщика. Однажды он пришёл к мастеру и сказал, «Дорогой учитель, позволь сказать, говори, – разрешил мастер, – я здесь затасковал, хочу в знак благодарности поцеловать тебе руку и уйти из этого города». «Ну, что ж, пусть хранит тебя Аллах, – ответил мастер, – иди, куда тебе хочется. Так как я был тобой доволен, то дам тебе на память котёл и шумовку, но с тем условием, чтобы ты оценил их по достоинству. Разве в них есть что-нибудь особенное, что им не следует дорожить? У них удивительные свойства. Стоит лишь постучать шумовкой по котлу и сказать, «Еда, появись!» Как сразу же из котла в тарелки начнёт переходить плов с самыми различными подливками и на любое количество людей. Тарелки сами станут в порядке на скатерть. Если же тарелка опустеет, то она сама приблизится к котлу, наполнится снова и вернётся на прежнее место, пока человек не насытится». Юноша взял котёл с шумовкой, поцеловал мастеру руку и отправился в путь. Про себя он думал. «Да, джанам, да, да, на, на тебе тарелочка, держи, ой, тарелочка, держи». Юноша взял котел с шумовкой, поцеловал мастеру руку и отправился в путь. Про себя он думал. «Все усилия людей направлены на то, чтобы добыть кусочек хлеба и наполнить свой желудок. Слава Аллаху, мы приобрели такую вещь, что нашему роду и всем его потомкам хватит еды до самого дня страшного суда. Если так, то я вернусь к своему отцу. Может быть, и он соскучился обо мне, как и я о нём, и перестал сердиться. Юноша шёл всё дальше и дальше, пока не пришёл караван-сарай. Мехман-кош, то есть находившийся облизи от его родного города. Он вошёл в караван-сарай и увидел, что здесь собралось много путешественных. Каждый из них, сложив свою кладь в стороне, ставит на очаг котлы и котелки и готовит ужин. Он тоже уселся в углу и поставил перед собой котёл и шумовку. Когда те, кто сидел к нему поближе, увидели, что он не ставит свой котёл на очаг, то пожалели его. И когда их еда была готова, пригласили. Во имя Аллаха, пожалуйста, отведай. Однако юноша отказался от их приглашений и, в свою очередь, пригласил их сам. Мне не хочется. Пожалуйте сюда. Я приготовлю вам всё, что вы захотите. Да, что оно? Упало, да? Упало? Что упало? Сейчас. Ой. Упало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Упало всё. Упало. Ой, упало всё. Ой, упало. Ой, упало. Держи. Да, держи. Пожалуйте сюда, повторил он. И вы сами убедитесь. Они пришли и уселись в кружок. Юноша расстелил скатерть, потом шумоку ударил по котлу и сказал, еда, появись. Из котла в тарелки перешёл плов и подлик для всех, кто там сидел. Еды было столько, что все насытились. Видевшие такое очень удивились. Весь об этом быстро распространилось по караван-сараю, пока не дошла до его владельца. Он решил любым способом отнять котёл с шумовкой. Хозяин подождал, пока все не заснули. И подошёл к юноше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова